Здравствуйте, друзья! Сегодня четвёртая часть видео, посвящённого Евангелия от Фомы, и снимать её приходится в то время, которое является для нас, ну, я имею в виду, прежде всего, для российских и украинских жителей России и Украины, но в Белоруссии в значительной степени, является для нас таким серьёзным достаточно испытанием, в первую очередь, в моральном и в духовном таком плане, потому что, ну, сложный выбор сделал каждый из наших народов, и удалось внешним силам нас столкнуть лбами. 30 лет они к этому готовились, целенаправленно готовили для этого почву, сеяли ненависть среди украинского народа по отношению к русским, создавали проблемы для русского народа, там, военные базы, биологическим оружием занимались, разработкой, ну, много чего натворили, но я не хотел бы в этих обстоятельствах, поскольку я поддерживаю сторону России в конечном итоге, то я не хотел бы, ну, какую-то свою точку зрения излагать, просто потому что я понимаю, что это наша позиция, а у людей, которые живут на Украине сейчас может быть несколько иная позиция на эти вопросы, поэтому мне кажется, что, поскольку начался Великий пост, то мы должны понимать, что и на наши суждения, которые могут посеять рознь или вызвать противостояние, мы тоже должны накладывать определённые ограничения и стараться, ну, всё-таки сложившуюся ситуацию использовать для того, чтобы воспитать наши души, а не для того, чтобы их осквернить и посеять в них ненависть и пойти на поводу у лукавого, потому что сегодня всему этому процессу может возрадоваться только он, потому что ему кажется, что он нас победил, потому что, по сути дела, в каждой человеческой душе он поселил смятение, но это смятение не является проблемой для человека верующего, если оно становится поводом для того, чтобы обратиться к вере и ещё раз перепроверить все свои настрой, свои убеждения, посмотреть, что он всё-таки даже в таких обстоятельствах не допускает себя скверно, но больше не даёт ей множиться в себе, потому что это, конечно, ну, вот очень тяжёлое испытание для всех, кто в нём участвует. Ну, давайте попробуем всё-таки вернуться к чтению Евангелия от Фомы. 25-й, с 25-го мы начнём, ну, стиха, условно говоря, и он гласит следующее. «Поэтому я говорю, если хозяин дома знает, что приходит вор, он будет бодрствовать до тех пор, пока он не придёт, и он не позволит ему проникнуть в его дом, в царствие его, чтобы унести его вещи. Вы же бодрствуете перед миром, припояшите ваше чресло с большей силой, чтобы разбойники не нашли пути пройти к вам, ибо нужное, что вы ожидаете, будет найдено». Мне кажется, что именно вот этот стих, он достаточно здорово описывает ту ситуацию, в которой мы сейчас находимся, потому что действительно вор приходит, приходит враг рода человеческого, который стравливает между собой разных людей, и будучи в целом людьми, которые ищут свет, идут к свету, мы в этих обстоятельствах склонны отягощать наши души, потому что нам начинает казаться, что мы являемся хранителями истины, и что нам представляется именно всё в истинном свете. Хотя на самом деле в этих обстоятельствах надо просто посмотреть и на эту же ситуацию со стороны других людей, не обязательно, что полностью согласиться с их взглядом, потому что, ну, например, когда я сталкиваюсь с какими-нибудь вещами, что люди пишут «Нет войне, слава Украине», то мне это понять невозможно. Я понимаю, что это далеко не такой христианский подход, потому что в нём скрыто серьёзное внутреннее противоречие. Либо нет войне, либо славы, да, потому что слава чаще всего добывается именно в войне, в противостоянии, чаще всего в вооружённом противостоянии, и слава является гордыней, и поэтому, если остаётся стремление гордиться, то это стремление сопряжено с тем, чтобы продолжать войну. Если же есть желание закончить войну, то тогда речь идёт не о гордыне, о каком-то здравом смысле, направленном на то, чтобы просто восстановить нормальное течение жизни. И вот подобного рода пока утверждения не есть у, там, скажем, какого-то противника, то, в принципе, нужно понимать, что, как бы, вот, оказывать ему сострадание, понимать, что он оказался в сложной жизненной ситуации, и там молиться за него, чтобы Господь ему помог из этой ситуации выйти, нужно. Но идти у него на поводу и испытывать какой-то, ну, как бы, как сказать, знаете, ослабляться в полной мере, и испытывать только сострадание, но иметь, не иметь никакой мудрости, и не видеть этих противоречий, это тоже неправильно, и это ничему не даст, ничего не принесёт. Поэтому, поскольку разбойники, как бы, пришли, и поскольку они свои планы ещё не до конца реализовали, а понятно, что вся эта история противостояния, это не история, которой Россия и Украина принимают решение только о том, как действовать. Если бы не внешнее влияние на Украину, то всё бы развивалось совершенно иным путём, он просто абсолютно иным путём, и между нашими странами бы царил мир и сочувствие, сопереживание и, может быть, совместное усилие по тому, чтобы жить в этом мире достойно и развиваться. Но вот пока это внешнее влияние существует, то, в принципе, мы и должны до сих пор ещё ждать, что этот вор пришёл, но он где-то ходит в окрестностях, и мы не знаем, что от него ожидать. Он украл сбережения все, Россия, но он, судя по всему, вынашивает и какие-то ещё планы более зловещие в отношении России. И нам нужно быть готовым, нужно пройти просто через это время, но пройти через него без ожесточения сердец. Это очень сложно сочетаемые такие задачи. Но перейдём к 26-му, и тогда будет найдено то, что мы ждём. То есть тогда будет найдена вот эта вот сила, вот эта вот какая-то божественная помощь, которая позволит преодолеть и столь удручающее как бы жизненное обстоятельство. 26. Да был бы среди вас знающий человек, когда плод созрел, он пришёл поспешно. Его серп в его руке, и он убрал его. Тот, кто имеет уши, услышать да услышит. Ну, наверное, здесь в большей степени речь идёт об отцы или к вот этой всей истории, связанной со страшным судом, с переходом от текущего состояния человечества к состоянию, в котором на планете останутся только просвещённые души такие, которые выдержали все испытания, с которыми они сталкивались в своей жизни. Но я не люблю эту тематику, я к ней не совсем готов. Меня вот этот момент перехода как бы он всегда смущает, потому что он всегда вызывает множество споров, и он наиболее сложный. Там всё на волю Господа как бы будем полагаться и не пытаться что-то там переосмыслить в этом отношении. 27. Иисус увидел младенцев, которые сосали молоко. Он сказал ученикам своим. «Эти младенцы, которые сосут молоко, подобны тем, которые входят в царствие». Они сказали ему, «Что же, если мы младенцы, мы войдём в царствие?» Иисус сказал им, «Когда вы сделаете двоих одним, и когда вы сделаете внутреннюю сторону как внешнюю сторону, и внешнюю сторону как внутреннюю сторону, и верхнюю сторону как нижнюю сторону, и когда вы сделаете мужчину и женщину одним, чтобы мужчина не был женщиной и женщина не была мужчиной, когда вы сделаете глаза вместо глаза и руку вместо руки, а ногу вместо ноги, образ вместо образа, тогда вы войдете в царствие. Здесь я тоже еще не дорос до этого толкования, мне сложно здесь что-то сказать, за исключением того, что когда мы делаем оценки любой ситуации, как сейчас, то более-менее правильное понимание этой ситуации у нас возникает только когда мы делаем двоих одним, то есть когда мы смотрим на ситуацию как с внутренней стороны, так и с внешней стороны, когда мы смотрим на ситуацию. То есть мы со своей точки зрения смотрим, но при этом не забываем посмотреть и с точки зрения противоборствующей стороны, с точки зрения нашего врага. То есть мы тогда смотрим на это и ориентируемся, это только дает общую картину, и только после того, как общая картина нам становится понятна, только тогда мы имеем возможность принять правильное решение и, в принципе, выстроить нашу жизнь таким образом, чтобы в конечном счете нам удалось войти в Царствие Небесное, в Царствие, ну да, Небесное Христа. 28. Иисус сказал, я выберу вас одного на тысячу и двоих на десять тысяч, и они будут стоять как одно. 29. Но здесь, наверное, как бы описывается сложность вот этой всей задачи, связанной с постижением христианства, потому что действительно для того, чтобы его постигнуть, нужно избавляться от такого количества заблуждений. И каждый раз вот избавившись от одного из них, люди сталкиваются с новыми-новыми испытаниями. И поэтому получается, что здесь, ну, как бы вот Иисус указывает на большую сложность этой задачи, на то, что далеко не там каждый спасется, да, из тех, кто живет на земле. Хотя люди-то, живущие на земле, в основе своей все-таки, ну, как бы так и положительно настроены. Да, даже когда мы сейчас сталкиваемся, и возникает желание прокритиковать кого-то со стороны, то можно обнаружить в его позиции достаточно много светлых, позитивных таких настроев, которые не всегда достаются позитивным выводам, да. Но, тем не менее, вот свет-то во всех людях присутствует, и поэтому самое тяжелое, конечно, это... Почему, например, я не хотел бы наступления вот этого суда божьего, потому что, ну, один из тысяч, если сохранится, а как же тогда остальные люди тогда 99, ну, 999, да. И не испытывать к ним совсем сострадания невозможно, потому что, по сути дела, в них же Господь тоже вдохнул, как бы, жизнь, и они, в общем-то, равные нам. И поэтому, на самом деле, это вот, ну, такие сложные для меня моменты, я их пока еще не понял, их, как бы, вот, сути, да. Ученики ему сказали, покажи нам место, где ты, ибо нам необходимо найти его. Он сказал им, тот, кто имеет уши, да услышит. Есть свет внутри человека света, и он освещает весь мир. Если он не освещает, то тьма. Вот как раз то, о чем мы уже перед этим говорили, что в действительности наша задача сейчас в большей степени состоит в том, чтобы следить за этим источником света в наших душах и не давать ему, ну, как бы угасать за счет того, что враг человеческого рода пытается поселить, заменить этот свет на тьму ненависти. И если мы поведемся на, ну, как бы, на поводу этой тьмы ненависти, то мы можем погасить этот источник света, и тогда нам будет бесполезно искать, ну, то место, как вот рай, там, да, там, или какие-то другие, ну, как-то, ну, вот, искать вот убежище, потому что, как бы, либо это есть в нас, и тогда мы найдем свет, найдет свет, либо этого не будет в нас, и тогда никакое спасение нам, собственно говоря, не грозит, условно. Так, если сказать. Дальше, 30-е. Иисус сказал, люби брата твоего, как душу твою, охраняй его, как зеницу ока твоего. Ну, здесь все понятно, да, и сочетается это, переходит плавно в 31-й пункт, который, вот, есть смысл как-то обсудить, обдумать еще раз. Иисус сказал, сучок в глазе брата твоего ты видишь, бревна же в твоем глазу ты не видишь. Когда ты вынешь бревно из твоего глаза, тогда ты увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Я, этот, ну, это довольно известная такая, да, как бы, в некотором смысле даже расхожая, можно сказать, истина. Я, как бы, вот к этому отношусь несколько по-своему. На мой взгляд, здесь указание идет на то, что нам нужно избавить себя вообще от греха и от стремления внутреннего к тому, чтобы осудить других людей и открыть им глаза на окружающую действительность. Потому что они видят этот мир по-своему, исходя из того опыта жизненного, который у них сформировался за время их жизни. И пытаться изменить этот опыт – это огромная ответственность, которую никто из людей не должен брать на себя. Поэтому, когда мы сталкиваемся с какой-то дезинформацией и пытаемся автора этой дезинформации переубедить, разубедить в чем-то, упрекаем его в чем-то, то мы понимаем для себя, должны понимать для себя, что то, что он в этом участвует, вызвано какими-то обстоятельствами. Если это вызвано тем обстоятельством, что ему за это заплатили, он там получил за это деньги или решил, что таким образом там он, условно говоря, разобьет свой какой-нибудь там ютуб-канал или еще что-то в этом духе, твиттер там какой-нибудь, да, проявит свою, ну, как бы вот станет известен тем, что высказал свою гражданскую какую-то, как ему кажется, позицию, то, в принципе, ну, как бы он за свои действия ответит, он отвечает за них, и фактически никогда-нибудь он за них ответит, когда ему стыдно там станет, да, перед апостолом. А он отвечает за них сейчас, потому что это сказывается на его состоянии здоровья, на его эмоциональном фоне, и это как бы его проблема, это его свобода воли, и это его задача, которую он должен решить в своем собственном развитии. Нам же нужно вот стараться бревна вытаскивать из своих только глаз, то есть нам нужно концентрироваться на том, что если у меня есть суждения какие-то по поводу текущей ситуации, то насколько эти суждения являются для меня самооправданием. Если они являются для меня просто самооправданием, то тогда я их не должен вообще высказывать. И поэтому в таких сложных ситуациях лучшее, что может быть, это, наверное, все-таки, ну, как бы молчание и избегание этих тем. И их избегание не только на выходе, то есть то, что наши уста, как бы, да, могут изречь, но и на входе. То есть мы должны охранять вот свое око, так, его око, как зеницу ока твоего, да, свое око мы тоже должны охранять, для того, чтобы иметь возможности его охранять. Потому что тогда мы должны смотреть внимательно, что мы в себя впускаем, что мы внутри перерабатываем и что мы выпускаем. Мы должны впускать вот это вот негатив, вот это все зло только по мере того, как это может способствовать нашему, ну, как бы, превращать его, есть ли у нас возможность превращать его в добро на выходе. Да, то есть речь идет о том, что, ну, как бы каждый из нас испытывает определенное количество гормонов стресса до определенного уровня. Они на нас действуют положительно, после определенного уровня они начинают угнетать работу нашего головного мозга и негативно влиять на все наши функции. И нам нужно вот четко следить за тем, чтобы, если это зло в нас входит, то чтобы мы имели возможность, чтобы она нас мотивировала каким-то действием к развитию, чтобы мы имели возможность преобразовать его в добро. И чтобы в наши уста, ну, наши уши и в глаза, если входит какая-то негативная информация, то чтобы обратно она в этом же виде не выходила, чтобы она выходила в, ну, в таком более позитивном виде, в позитивном ключе уже была переработана. То есть, чтобы мы ее своим внутренним светом озарили. А если мы не способны этого сделать, то нам лучше вообще воздержаться от потребления этой информации. В особенности, если она нас начинает как бы угнетать и выводить из равновесия. Но даже если она нас угнетает, вот текущая информация, она не может там оставить многих людей равнодушными, то через вот ту умную молитву, через обращение к Господу, мы должны по его воле, по его разумению этой ситуации, мы должны формировать свои собственные мысли. Потому что вот качество такое, как любовь к врагу, она не является приобретенным или присущим человеку качеством. Это является функцией, это является свойством именно Господа. Господь может любить всех, потому что он одинаково дает солнечный свет, воду и кислород для всех людей, независимо от того, какими бы они ни были коррупционерами или какими-нибудь злодеями они ни были. Он заботится о всех, и поэтому всем дает возможность исправить свою душу. Может быть, самые большие злодеи сейчас дойдут до крайности, поймут, что они пришли неправильным путем, и они вдруг станут из крайности в крайность, перейдут, станут самыми благими людьми. И Господь никогда не упускает этого шанса, если человек к нему обратится, в каком бы состоянии он ни находился, дать ему второй шанс, дать ему исправиться, второй, пятый, десятый, до тех пор, пока у человека будет появляться внутренняя потребность исправляться. И тридцать второе, восьмой в нашем сегодняшнем разборе на нем как бы и закончим, и это тоже символично будет. Если вы не поститесь от мира, то вы не найдете царствие. Если не делаете субботу субботой, то вы не увидите отца. Ну, как бы у кого суббота, у кого воскресенье, но речь идет именно как бы о том, что один из дней мы должны уделять в своей духовной жизни, и может быть один из циклов, каких-то мы должны ей уделять. И речь, как раз Великий пост начался, речь идет о том, чтобы поститься не от еды, а поститься от мира. Вы не найдете царствие, если не будете поститься от мира. В наших реальных обстоятельствах поститься от мира, это значит меньше потреблять новостей, отключиться от них, и отключиться от тех страстей, которые в мире посеял наш враг рода человеческого, и которые он пытается нам навязать, для того, чтобы мы подсели на негативную полярность, и чтобы мы превратились в существ, которые будут жить по его указкам. То есть, стоит ему какой-нибудь вброс информации произвести, мы сразу же на это будем рефлекторно реагировать, и не будем задумываться о том, что если мы получили какую-то негативную информацию, то сначала мы должны с умной молитвой обратиться к Господу, попросить у него помощи, и уже после этого каким-то образом, ну, скорее всего, просто избавиться от этой зависимости, от необходимости потреблять лишнюю информацию. А если этого не получится, то он просто подскажет, как к этому относиться. Конечно же, нельзя ни в коем случае идеализировать, наверное, вот наше обращение к Господу, потому что очень часто бывает, что если мы недостаточно к этому подготовлены и начинаем в этом усердствовать, то мы сталкиваемся чаще всего с его испытаниями, с которых он нам помогает справляться, а мы бываем в таких обстоятельствах не очень готовы к новым испытаниям, нам кажется, что нам хватает уже существующих. В общем, друзья, жизнь не простая штука, христианство не делает ее простой, молитва дает возможность впадать в такое состояние некоторого транса, на некоторое время выключаться из таких, ну, как бы избавлять себя от гормонов стресса, но это временное состояние. Потом мы возвращаемся к обычной жизни, и она начинает нас либо радовать, либо угнетать, в зависимости от того, каким является информационный фон. И если мы находим возможность регулировать поступление этого информационного фона в нас, то мы обнаруживаем, что мы гораздо эффективнее не справляемся с жизнью, чем если мы идем, ну, как бы вот на плаву у того, что в наши уши пытаются вдуть. То есть в наши... Вот Господь в нас вдул Дух Святой, да, в свое время, в Адама еще привез после его создания. Враг человеческий пытается в уши вдуть дезинформацию всякую разную, которая будет порождать в человеке негативные чувства, негативные эмоции. И мы должны устанавливать фильтр для этой информации, потому что мы должны понимать, если хотя бы какой-то намек в этом информационном фоне есть в том, чтобы ввести нас в состояние такого раздражения, злобы и ненависти, то мы должны это отсекать. И это наша серьезная работа. И это и есть настоящий пост, это настоящее, то, что называется, поститься от мира, отключаться от этой тематики. Мне это не удалось, поэтому я нахожусь, конечно, во грехе, и я грешник всегда, наверное, скорее всего, не смогу избавиться, но это не означает, что не нужно стараться. Нужно все-таки стараться пройти этим путем, чтобы получить шанс на избавление, вероятность которого, как мы видели, не настолько уж и велика. Спасибо огромное, всем добра, всем хорошего такого по возможности настроения, не впадать в грех уныния и относиться ко всяким испытаниям, которые выпадают на нашу долю, как к урокам, из которых мы можем выйти гораздо более подготовленными. и баланс между состраданием и мудростью выдерживается лучшим образом. Удачи, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok